Добрый день, меня зовут Николай, я продавец в фирме в магазине Samsung, вам для вас с учетом. Сегодня я рад вашему вниманию присоединить планшет Tabo4. В комплектацию не уйдет зарядка с функцией быстрой зарядки, провод для подключения к зарядке к компьютеру, электронный перо SPN, сменные грифели к электронному перу, краткая инструкция, гарантия и скрепочка, доставай сим-карту и карту памяти. По характеристикам у него экран Super AMOLED 10 в 12 дюймов, разрешение 2560х1600, мощный восьмиядерный процессор, встроенная память у него идет 64 гигабайта, память можно расширять картой памяти microSD 2400 гигабайт, стандарт желательно использовать вот такой, чтобы производительность планшета не падала при обращении к карте памяти. Оперативная память у него 4 гигабайта, основная камера 13 мегапикселей, фронтальная 8 мегапикселей, встроенный аккумулятор 7300 мА, этого достаточно для работы в интернете в режиме LTE до 10 часов, вес планшета 483 грамма, встроили сканер радужки глаза, есть разъем 3,5 мм для наушников, разъем для зарядки для подключения к компьютеру Type-C, 4 встроенных динамика от компании KIDJI, 2 снизу расположены, 2 сверху, каждый динамик 1,2 Вт, получается достаточно громкий и объемный звук. У него встроенный интеллектуальный помощник Bixby, который на данный момент уже всем известен, и достаточно интересный появился режим под названием DeX. Раньше его в планшетах не было, теперь он появился. Одним нажатием на иконку операционная система Android преобразуется в многоконную операционную систему типа Windows, в которой можно открывать сразу несколько окон. Планшет в этом режиме можно подключать к телевизору по разъему HDMI, подключать к нему мышку, клавиатуру, и работать как с полноценным системным блоком. Очень удобно. Электронным пером можно вырезать, выделять, копировать, рисовать, делать заметки на выключенном экране. Очень удобно лежит в руке, максимально приближен по форфактору к стандартной ручке. К планшету можно подключить чехол и клавиатуру. Для более удобного набора текста. Вот, собственно, весь краткий обзор по этому планшету. Рад был снова с вами видеться. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok